Здравствуйте! Вы смотрите новости Заречного. С главными событиями городской жизни вас познакомят корреспонденты нашей телерадиокомпании и я, Станислав Корякин. И вначале коротко о некоторых темах сегодняшнего выпуска. Итоги года и планы на будущее. Глава Заречного Олег Климанов провел встречу с активистами городского совета ветеранов. То, что вы сделали, это у нас вот все на глазах. Это наш город, это наш завод, это то, что вы делали раньше. То, что вы делаете сейчас, это вообще, наверное, никакими мерками оценить невозможно. Открыто, а закрыто. В канун Нового года дети заводчан получили уникальную возможность познакомиться с производственным объединением «Старт». Предприятие закрытое. И детишкам, конечно, очень хочется увидеть, где же у них работают мама и папа, дедушки и бабушки. У нас же целая династия уже заводские существует. Новый год в картинках. В Центральной городской библиотеке и музейно-выставочном центре открылись уникальные экспозиции новогодних открыток. Эти открытки, наверное, были в каждом доме. А многие, конечно, прям коллекционировали целенаправленно эти открытки. И теперь об этих и других новостях подробнее. В рамках проекта Госкорпорации «Русатом слава Созидателям» состоялась предновогодняя встреча главы Заречного Олега Климанова с активом Городского совета ветеранов. Были подведены итоги работы совета за год и намечены планы на будущее. Рассказывает Наталья Елистратова. Уютные помещения, у каждого свое удобное рабочее место. Председатели первичных ветеранских организаций с нетерпением ждали в гости главу города, чтобы похвалиться своими новыми кабинетами. Встреча в Городском совете ветеранов была организована в рамках проекта Госкорпорации «Русатом слава Созидателям». После экскурсии по центру ЛАД заслуженные цареченцы подготовили для Олега Климанова сюрприз. Дед Мороз пришел без посоха, но с волшебным аленьким цветочком и предложил всем участникам встречи загадать желание. Под Новый год возможно все, любые превращения. И Олег Климанович всегда со мной поможет в этом деле. Зажгись лучей, волшебный свет всех, кто сегодня с нами. Улыбка, радость и успех нашему городу юбилейному Заречному. За чашкой чая председатель Городского совета ветеранов Татьяна Костина подвела итоги работы организации в уходящем году. Она рассказала о грантах, которые выигрывали ветераны, поделилась планами и отметила основные задачи на будущее. Самое главное – забота о ветеранах тех, которые нуждаются, об одиноких людях, о больных людях. За вашу жизненную активную позицию большое спасибо, что вы не забыли ни себя, ни ваших соратников, сподвижников, друзей. Большое и огромное спасибо, хочу сказать, за работу с молодежью, потому что это самое главное. То, что вы сделали, это у нас вот все на глазах. Это наш город, это наш завод, это то, что вы делали раньше. То, что вы делаете сейчас, это вообще, наверное, никакими мерками оценить невозможно. Встреча ветеранов с главой города продолжилась непринужденной беседой. Олег Климанов ответил на все вопросы, которые волнуют зареченцев старшего поколения. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Ямочный ремонт дорог в конце декабря. Это не интернет на смешке, а новые технологии дорожного строительства. Необычно теплая погода позволила дорожным службам начать заделку выбоин, образовавшихся на зареченских магистралях. Зимний ремонт дорог в репортаже Ксении Тризны. Необычная картина для последних дней декабря. Рабочие занимаются ямочным ремонтом. Они заделывают повреждения в дорожном покрытии с помощью новой технологии «Холодный асфальт». Это специальная всепогодная смесь, готовая к укладке практически круглый год. Данный асфальт работает до минус 15 градусов. У него очень хорошая адгезия. И мы в прошлом году уже первый раз его попробовали на улице Озерской. Те ямы, которые мы заделали в весенний период, приблизительно в такую же погоду, у нас асфальт стоит до сегодняшнего дня. Холодный асфальт не требует мастик, битума или эмульсий. Он не боится воды. Ямочный ремонт сделают на всех улицах Заречного. Они проходили улицу Ленина, потом они перейдут на улицу Озерскую. Я думаю, что если погода позволит и не будет снежного покрова, то весь этот ямочный ремонт будет выполнен. Это позволит ликвидировать повреждения дорожного полотна на ранней стадии, пока небольшие ямки не превратились в выбоины. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». По инициативе президента России Владимира Путина с 2018 года будет расширен перечень пособий для семей, в которых родятся дети. На новую выплату могут рассчитывать родители, у которых появится первый ребенок. Размер пособий гражданам, проживающим на территории Пензенской области, будет составлять 9470 рублей. Право на эту государственную поддержку будут иметь те семьи, в которых родился ребенок после 1 января 2018 года. И размер среднедушевого дохода семьи на одного человека не должен превышать 150% размера прожиточного минимума, то есть 14 656 рублей 50 копеек на каждого трудоспособного члена семьи. Для назначения пособия необходимо обратиться в Департамент социального развития и предоставить заявление о назначении выплаты, свидетельство о рождении, информацию о расчетном счете в банке, справку о составе семьи и документ, подтверждающий доходы каждого члена семьи за 12 месяцев, предшествующих обращению. При рождении второго ребенка данное пособие можно будет получить за счет средств материнского семейного капитала. Для этого нужно подать соответствующее заявление в управление Пенсионного фонда России. Наряду с новыми видами пособий в Пензенской области, семьям, которые станут многодетными, будет назначаться ежемесячная выплата на третьего ребенка. Ее размер также составит 9470 рублей. На такую материальную поддержку могут рассчитывать семьи, среднедушевой доход которых не превышает 21 825 рублей 30 копеек. Назначением и выплатой этого пособия будут заниматься специалисты Департамента социального развития. Праздник в каждый дом. Новогодние подарки семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в канун самого волшебного праздника подарили региональные и муниципальные власти. С подробностями Елена Степкина. В преддверии самого волшебного праздника 66 семей Заречного получили продуктовые наборы. Такие презенты к Новому году семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, поручил подготовить губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Получателям доставили подарки на дом. Глава города, Олег Владимирович Климанов и предприниматель Заречного подготовили такие наборы. Мы поздравляем вас с наступающим Новым годом, дарим вам набор, желаем вам счастья, здоровья, тепла и всего самого хорошего. Спасибо большое. Но только вручением продуктовых наборов в Заречном не ограничились. Каждой семье подарили настоящий праздник с участием главных героев Нового года. В семье Татьяны Семаевой три дочери – Лика, Тина и Моника. Деда Мороза и Снегурочку ждали, к встрече гостей готовились, нарядили елку, выучили стихотворение. Он бровя моим примерз, он залез мне маленький, говоря, что он Дед Мороз, а шалит как маленький. Вместе с главными героями новогодних праздников девочки водили хоровод, пели, танцевали, участвовали в веселых играх. Дед Мороз вручил детям сладкие подарки и пообещал каждой исполнить заветное желание. Можно подержаться собором Деда Мороза, держитесь. И зададывайте желание. Никому не говорить, никому не говорить. И оно обязательно будет. Дед Мороз вам обещает это. Елена Степкина, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный». На градообразующем предприятии впервые прошел конкурс новогодних поздравлений. В самом оригинальном способе поздравить коллег соревновались почти три десятка подразделений производственного объединения «Старт». Еще несколько тысяч заводчан приняли участие в дизайнерском конкурсе на лучшее новогоднее оформление и самую красивую новогоднюю игрушку. Итоги зимних конкурсов в материале Ксении Тризны. 28 подразделений производственного объединения «Старт» подали заявки на участие в конкурсе взаимных новогодних поздравлений. Цеха и отделы объединили в пары. Нам достала служба главного конструктора. Это, как говорится, самый наш первый партнер, самое такое большое подразделение. Поэтому и выбор взаимного поздравления выпал как раз на них. Но у нас все это прошло в виде совместного концерта, где участвовали и работники службы главного технолога, и работники службы главного конструктора. Итоги конкурса подвели в канун Нового года. Каждое подразделение старалось выделиться, придумать оригинальное поздравление и порадовать коллег. В некоторых цехах градообразующего предприятия особенно строгий режим секретности. Туда пускают только сотрудников. Чтобы выполнить свою праздничную миссию, их партнерам пришлось записать видео поздравления. Заводчане устраивали целые представления с играми, конкурсами, танцами и песнями, не забывая при этом о своих прямых обязанностях. Весь наш потенциал, можно сказать, был брошен на это. Ну, старались, старались. Было, конечно, непросто порой, но на самом деле было желание участвовать, ну и, наверное, не безрезультативно, чтобы это все было. Конкурс взаимных новогодних поздравлений прошел на заводе впервые, но у него есть все шансы стать еще одной традицией производственного объединения «Старт». Я видела, насколько светились глаза тех, кто пришел в подразделение партнеров, как встречали люди на местах людей. Мы начинаем дружить подразделениями, начинаем действительно быть одной большой единой командой. Кроме этого, заводчане украшали свои подразделения и делали новогодние игрушки своими руками. Эта работа тоже оценивалась конкурсной комиссией. В холле службы главного технолога, ну что мы, там же в свечке стоит большая елка. В этом году был объявлен конкурс на символ года собаку. Наши работники тоже сделали собаку своими руками, у нас там есть выставка. Собаки вязаные или вышитые, изготовленные в лоскутной технике или из мишуры, рисунки или даже сварные металлические конструкции. Фантазии заводчан предела просто нет. Победители, призеры и активные участники конкурсов получили подарки от первичной профсоюзной организации. Я вас поздравляю, желаю вам всего доброго, здоровья, успехов, радости, чтобы жизнь, ну пусть маленькими радостями, но всегда радовала. Ну и конечно, так же работать, так же относиться к своей нелегкой общественной работе. К празднику заводчане готовы на все сто, а это значит, что в Новый год они войдут полными новых планов и творческих идей. Ксения Тризна, Денис Дубицкий, телерадио, компания «Заречный». Одной из самых добрых новогодних традиций Зареченского городообразующего предприятия стало приглашение детей сотрудников в заводские подразделения. Новый год у мамы с папой на работе. Такие праздники производственное объединение «Старт» организует уже не первый год. Это не просто знакомство с заводом, но и профориентация. Возможно, сегодняшние мальчишки и девчонки в будущем придут сюда уже на работу. С градообразующего предприятия репортаж Светланы Теплухиной. В канун Нового года в конференц-залах заводских цехов не решают серьезные производственные вопросы. Здесь звучит музыка и звенит ребячий смех. Новый год у мамы с папой на работе встречают дети сотрудников производственного объединения «Старт». Приглашать подрастающие поколения в гости во время самых любимых зимних праздников стало уже традицией Зареченского градообразующего предприятия. Предприятие закрытое. И детишкам, конечно, очень хочется увидеть, где же у них работают мама и папа, дедушки и бабушки. У нас же целая династия уже заводские существует. И поэтому, конечно, им очень хочется. Они всегда с удовольствием просятся. Такие новогодние праздники и экскурсии организуют во многих заводских подразделениях. В 34-й цех в гости пришли почти 70 мальчишек и девчонок. От малышей трехлеток до подростков. Для ребят знакомство с производственным объединением «Старт» – это яркие впечатления, о которых они с удовольствием рассказывают и даже пишут стихи. Как-то раз под Новый год пришли детки на завод. Посмотреть, где мама, папа трудится не первый год. Нас тут встретили радушно, угощать нас будут вкусно. И, конечно, Дед Мороз свой визит сюда нанес. А потом нам цех покажет, где работают станки. И столярку, и штамповку. Ох, и шумно там, поди. Новый год – не просто праздник. Это жизни новый лист. Мы желаем заводчанам, чтобы был легок он и чист. К этим поздравлениям и добрым пожеланиям присоединяются Светлана Теплухина, Владимир Полищук и вся телерадиокомпания «Заречный». Погода вносит свои коррективы в планы зареченцев на зимние каникулы. Вполне вероятно, что традиционными зимними видами спорта в начале января заняться не получится. Хорошей альтернативой может стать поход в библиотеку всей семьей. И не только за книгами. У библиотеки каникул не будет. Уже с 3 января зареченцев приглашают за хорошей литературой. Замечательные новогодние праздники и не менее замечательные новогодние каникулы – это отличное время для того, чтобы взять в руки книгу и насладиться чтением в уютной тишине. И в это время нам особенно хочется почитать что-то светлое, душевное. Книги, которые помогут нам снова поверить, как прекрасен наш с вами мир. Таких книг на полках Центральной городской библиотеки немало. Взрослым здесь предложат разнообразные романы российских и зарубежных авторов. В преддверии праздников библиотечные фонды пополнились целой коллекцией популярных современных бестселлеров. А для маленьких читателей в детской библиотеке подготовили целые тематические книжные выставки. Книг огромное количество и в основном берут книги, которые любят сами родители. То есть это известные книги по щучьему велению, Морозка, Мороз Иванович. Вот эти книги у нас пользуются самым большим спросом, потому что маленькие детки приходят в основном с родителями. Но современные тоже писатели сейчас много пишут о Новом Годе. И это мы можем назвать и Усачева, и Зощенко, и Драгунского. Тоже таких книг много. В основном эти все рассказы в сборниках у нас, новогодние сборники. А 5 января Центральная городская библиотека ждет маленьких и взрослых зареченцев на праздник в рамках городской акции «Дежурный по Новому году». С 12 и до 18 часов для всех желающих распахнет в свои двери наша творческая мастерская «Лепота». Здесь своими руками наши гости могут изготовить главный символ Нового года и, конечно, атрибуты нашего любимого новогоднего праздника. А еще в нашей мастерской можно будет порисовать, полепить, повырезать, поклеить. Кроме мастерской для гостей приготовили беспроигрышную викторину, праздничный квест «Лапы, уши, хвост» и новогодние селфи с Дедом Морозом и Снегурочкой. Еще раз приглашаю всех зареченцев. Приходите за порцией новогоднего настроения 5 января к нам в Центральную городскую библиотеку. Мы вас с удовольствием здесь ждем. Светлана Теплухина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Новогодний отдых на любой вкус. В дни каникул в Заречном будут работать практически все учреждения культуры, спорта, образования. О том, где можно интересно и с пользой провести праздники, нам расскажет заместитель главы городской администрации Ирина Сизова. Интервью в студии после рекламы, а пока к другим новостям. Новогодние елки в эти дни проходят не только в детских садах, школах, учреждениях дополнительного образования, спортивных школах. Зимнюю сказку подарили детям и сотрудники городского музейно-выставочного центра. Радость и волшебство детям, семьи которых оказались в непростой жизненной ситуации, подарил городской музейно-выставочный центр. На благотворительную елку пригласили более 20 юных зареченцев. Она проводится для детей, мамы которых остались без работы. Вообще, это благотворительная акция, идея и организация музейно-выставочного центра при поддержке и содействии Департамента культуры и молодежной политики, Департамента социального развития и Центра занятости населения. И эта елка не могла бы стояться без спонсоров. Все дети, приглашенные на благотворительную елку в музейно-выставочный центр, получили сладкие подарки от одной из торговых сетей города. А самое главное, в канун новогоднего праздника ребята смогли пообщаться с главным зимним волшебником Дедом Морозом и загадать ему свое самое заветное желание, которое обязательно сбудется в 2018 году. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Новый год – праздник, связанный со множеством традиций и поэтому, наверное, особенно любимый. Традиции наряжать елку, готовить оливье, смотреть иронию судьбы, встречаться с родными и друзьями за праздничным столом, слушать новогоднее обращение президента и загадывать самое заветное желание под бой курантов. Об одной из традиций, уже почти ушедшей в прошлое, вспомнила Светлана Теплухина. В одном из залов Центральной городской библиотеки Заречного посетителей встречает необычная выставка. За стеклами витрины яркая россыпь новогодних сюжетов, поздравительные открытки, когда-то непременный атрибут любимого зимнего праздника, сегодня семейные реликвии и музейные экспонаты. Традиции дарить друг другу маленькие рисунки с написанными на обороте пожеланиями уже более 200 лет. Самая первая открытка новогодняя, именно с новогодней тематикой, она была создана в 1794 году англичанином Добсоном. Он нарисовал зимний пейзаж, скамеечку и счастливую английскую семью на этом фоне. И лишь спустя 50 лет, в 1843 году, уже другой англичанин Генри Коул сделал еще один очень важный шаг. Он впервые в мире отправил новогоднюю открытку по почте. Конечно, такими уникальными старинными открытками Зареченский музейно-выставочный центр похвастаться не может. Но и в его коллекции есть подлинные реликвии – дореволюционные открытые письма, которые отправляли друг другу члены семьи Потемкиных. Сюжеты на этих почтовых карточках совсем не зимние, зато на обороте – поздравления с Рождеством и Новым годом. Кремлевские башни, золотые стрелки курантов, алые стяги и пятиконечные звезды – открытки советского времени. Эти цветные карточки не просто свидетели истории, они – отражение всех ярких событий ушедшей Великой Эпохи. Например, в 60-е годы, когда весь Советский Союз гремел на весь мир и прославился тем, что открылась космическая эра, космическая эпоха, и в новогодних открытках это нашло свое отражение, появились сюжеты, связанные именно с темой освоения космоса. И неудивительно, что поскольку веха такая была очень значима в истории всего человечества, эту тематику не в течение одного года, например, на открытках отображали, а целых шесть лет. Космические корабли и космонавты – первый искусственный спутник Земли. Эти приметы космической эры гармонично сплетались с новогодней атрибутикой. В 70-е годы популярными стали сюжеты с героями советских мультфильмов, персонажами известных сказок. В 1980-м к ним присоединился Олимпийский мишка. Целые серии новогодних открыток посвящались лесным обитателям и зимним пейзажам. И все чаще рисунки объединялись с фотоколлажами. В 80-е годы вообще появляется новое совсем направление для открыток – это фотооткрытка. Над ними работают не просто художник, а и профессиональные фотографы. Композиции с еловыми ветками, сверкающими украшениями, другими новогодними атрибутами – такие открытки моментально разлетались из газетных киосков. Точно так же многие старались приобрести все открытки популярных авторов-художников. Симпатичных зверюшек Владимира Четверикова и Владимира Зарубина узнавали и любили. Открытки с их изображениями покупали десятками. Эти открытки, наверное, были в каждом доме. А многие, конечно, коллекционировали целенаправленно эти открытки и, можно сказать, охотились за ними. Когда начинался этот период, ажиотаж перед Новым годом, когда они поступали в продажу, буквально выхватывали и выкупали полностью все серии. Сегодня за новогодними открытками уже не стоят в очереди. Их не отправляют всем родственникам и друзьям в разные концы страны. Кто-то давно избавился от них как от ненужного хлама или отнес в музей. Но есть и те, кто до сих пор бережно хранит старые поздравительные открытки в своих семейных архивах. Вообще это, наверное, было очень прекрасно, потому что это была своеобразная такая, особая такая процедура подготовки к Новому году, когда всей семьей садились и подписывали открытки для всех своих родственников. Наверняка в этих открытках не только пожелания какие-то, там же история семьи отражается. Поэтому очень внимательно нужно к этому относиться. Ведь люди делились там не только поздравляли друг друга, делились какими-то семейными событиями важными в их жизни. Поэтому часто эти открытки сберегают в себе историю семьи. И, возможно, не каждую открытку нужно нести в музей. Хотя мы, со своей стороны, были бы очень рады, если бы горожане приносили к нам такие открытки. Наверняка среди них есть достойные экспонаты, которые могли бы пополнить наши фонды. Новогоднюю традицию вспоминали Светлана Теплухина, Вячеслав Юртаев, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Куда пойти в новогодние каникулы? Об этом в интервью заместителя главы городской администрации Ирины Сизовой. Сразу после новостей о атомной отрасли и небольшой рекламы. Не переключайтесь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Турция. Провинция Мерсин. 310 километров от административного центра. Здесь, на побережье Средиземного моря, разворачивается одна из крупнейших строек в истории страны. Возведение первой атомной электростанции. Символический старт этому проекту дали руководитель госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, первый заместитель министра энергетики Турции Фатих Дон Мес и представители двух поколений местных жителей, для которых будущее АЭС – не только источник энергии. 5 гигаватт электроэнергии – сумма весьма заметная в энергобалансе Турции, особенно важная здесь, важная для развития сельского хозяйства, портовой зоны Мерсина. И повышение качества жизни людей. И это проект, который действительно создаст и новые рабочие места, и выступит в своем роде хорошей скрепой, хорошим экономическим гарантом дальнейшего развития российско-турецких отношений. АЭС АКУЮ будет состоять из четырех энергоблоков с реакторами ВВР-1200, самыми безопасными на сегодняшний день в мире. Основное оборудование для атомной станции будет изготовлено в России, но примерно треть локализована в Турции. Уже порядка 350 компаний подали заявку на включение их в список потенциальных поставщиков. Непосредственно строительные работы также будут выполняться при поддержке крупнейших турецких строительных холдингов. Частные инвесторы верят в наши технологии, верят в нашу способность построить станцию вовремя и уложиться в соответствующий бюджет, и готовы инвестировать в свои собственные деньги для того, чтобы разделить с нами риски, ну и, естественно, разделить с нами будущий успех этого проекта, потому что мы верим, что это будет очень успешный проект. Совместный российско-турецкий проект АЭС АКУЮ – первый в мире проект по принципу «строй, владей, эксплуатируй». Согласно договору, Росатом не только построит атомную станцию, но и будет ее владельцем и оператором. Это сотрудничество продлится минимум 60 лет, и с учетом всего вышесказанного будет взаимовыгодным для обеих сторон. Смотрите на нашем канале Главные события атомной отрасли Что происходит и почему происходит Стратегия Росатома и оперативные репортажи Программа «Страна Росатома» Закажи натяжной потолок и получи два в подарок Телефон 23 24 25 Цирк Никулина на Цветном бульваре представляет сказочное шоу «Снежная королева». Ка и Герда расскажут вам свою историю. 6 января спортивно-культурный комплекс «Союз». В Новый год мы все строим планы Бухгалтер строит планы счетов Юрист – план судебной защиты Кадровик – работу с персоналом Директор – план расширения рынка Пусть все ваши планы поддерживаются и воплощаются С Новым годом и новыми планами вместе с Консультант Плюс Консультант Плюс – надежная правовая поддержка В Валле «Антилоп» стало слишком много норковых шуб А потому с 15 по 31 декабря Вся норка со скидкой до 50% Московское 100, второй этаж Роскомнадзор предупреждает Приобретение сим-карт без оформления договора небезопасно Всегда покупайте сим-карты в официальных салонах связи Договор с оператором связи – ваша защита и безопасность Редактор субтитров А.Семкин Новости Заречного в эфире Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях заместитель главы администрации города Заречного Ирина Сизова Добрый вечер, Ирина Анатольевна Добрый вечер Естественно, мы сегодня с вами встречаемся по очень приятному поводу Наступает Новый год, новогодние праздники, длинные новогодние каникулы Пожалуй, самое любимое время у всех россиян Но для того, чтобы отдых был продуктивным И не таким, чтобы просто за столом посидеть все эти дни Я уверен, что Департамент культуры и молодежной политики И Комитет по физкультуре и спорту И Департамент образования Подготовили действительно большую программу отдыха О ней мы и поговорим Итак, вам слово Как мы встречаем, как Заречный встречает Новый год и Рождество? Заречный давно начал встречать Новый год 15 декабря к нам ехал Дед Мороз Провел конкурс «Снегурочек» Зажег все наши елки И уже началось массовое гуляние по поводу встречи Нового года Или проводов уходящего года Во всю уже, во всех учреждениях образования, спорта, культуры Идут елки, соревнования на призы Деда Мороза Новогодние елочные представления Новогодние балы для старшеклассников То есть дети вовсю уже встречают праздник вместе с родителями Всех возрастов и всех настроений Конечно, большая программа продумана именно в дни отдыха С 30 декабря по 8 января Мы традиционно стартовали акцию «Дежурный по Новому году» И 31 числа будет дежурить сам Департамент культуры Вообще в любой из этих дней, если вдруг не успели прочитать афишу Или просто ее не прочитали, потому что не видели нигде Можно позвонить в любое учреждение культуры Потому что все-таки они у нас основные виновники всех событий И узнать всю программу на конкретный день То есть сегодня 3 января мы звоним, узнаем Что, где, во сколько, для какой категории и сколько стоит Или бесплатно Есть мероприятия как платные Очень много бесплатных мероприятий Значит, 30 декабря у нас стартует лагерь с круглосуточным пребыванием ребятишек На базе санатории профилактории Они будут вместе встречать и Новый год, и Рождество Посещать все учреждения культуры, спорта и образования И 2 января стартует лагерь с дневным пребыванием Это там детки будут находиться с половины девятого до трех часов Поэтому очень разнообразная программа Много спорта Хочу просто анонсировать, что в этом году мы хоккей в Валенках проводим Не на территории микрорайона Озерский А на территории СКК «Союз» Ну что, наверное, логично Просто рядом с такой каретой нельзя проводить сказочные игры Представления и хоккейные соревнования Поэтому все желающие, конечно, 2 января в 11 часов Валенки дадим Клюшки несем с собой Настроение несем с собой И я думаю, что любой желающий сможет почувствовать себя Или нападающим, или вратарем, или защитником Ну там валенки с галушами нужно будет, судя по прогнозу погоды, надевать Я очень надеюсь, что все-таки Мы все надеемся Будет снег Очень надеюсь Хотелось бы Итак, хоккей в Валенках Турнир стартует 2 января А 31-го? Начнем с 31-го Где встречаемся? 31-го мы можем встретиться во многих местах Это ДК «Современник» Новогоднее представление Это ТЮЗ Как всегда интересное Это вечером В 8 часов начало В 3 часа В 15 часов в дружбе Необычайное представление Знаю, что очень много будет сюрпризов Интересно И билеты раскуплены И тоже уникальная возможность 31-го до 11-ти работает каток Пожалуйста, в Ледовом можно покататься на коньках Будет работать боулинг То есть, пожалуйста, развлекайтесь в спортивном В таком плане В доме молодежи, в центре здоровья и досуга Будет новогодняя ночь Посмотрела программу Программа очень интересная Я думаю, что Кто пойдет Не пожалеет И традиционное место встречи в парке И традиционное место встречи В 2 часа ночи В парке Где тоже в этом году От Барбоскина Мы ждем сюрпризы Наступает же год собаки И дальше, Ирина Анатольевна 1 января Какие-то еще Вот ключевые такие вот мероприятия Массовые мероприятия Понятно, что Если кто-то захочет пойти с ребенком Покататься на коньках Посмотреть новогоднее представление Это все узнают уже из афиши А какие-то вот большие Ну, значит, вот давайте 1 января Это новогодняя ночь Потому что 1 января Вы сами понимаете Сутки будут работать все И 1 января Пожалуйста, дворовый каток Открытый каток В СКК Союз Каток Это будет работать Все секции уже начинают Значит, работать И самбо И боксеры Все У них нет праздников Вот 1 января все 2 января У нас турнир Хоккей в Валенках Я думаю, что это У нас обычно Это массовое зрелищное Такое 2 января Каждый день Начиная со 2 января В парке Культуры и отдыха Будет проходить Семейные программы Это и катание В санях Деда Мороза Это и игровушки Это и караоке Это и диско-соревнования Ну, в общем, они Разнообразные Не повторяющуюся программу На каждый день Заготовили Второго Дальше 3 января 3 января У нас День открытых дверей Я бы вот Такой, как массовое Это в Центре образования Профессиональной ориентации Всей семьей Каждому найдется дело В ЦМИТе Очень интересно И название интересно У них Сказочный снегопад 4 января В ровеснике Молодежная дискотека То есть я обращаюсь К ребятам-старшеклассникам Которые хотят И могут танцевать 5 января У нас подведение Итогов Хоккея в Валенках И 5 января Центр Технического творчества Открывает двери Куда тоже приглашаю Все семьи Очень интересно В инноваториум Они посетят И у них называется Лего-дом 6 января Мы готовимся К Рождеству У нас будет День здоровья В зоне отдыха Лесная Такой рождественской Калятки Здоровье Гуляние Катание на санях Конкурсы И так далее И конечно 7 января Это рождественская Ёлка главы Это гуляние В парке То есть 7 Такой Хороший Будет Праздник Рождественский Светлый И 8 января У нас день открытых дверей В ровеснике Весь день расписан В ровеснике Для любой категории Ребят и взрослых Интересная программа Спектакли в этот день Ну то есть я еще раз повторяюсь Что вот Конечно невозможно Запомнить программу Всех дней В любое Учреждение культуры В любое Звоним И на весь день Не узнаем программу Помимо того Информация Есть на сайте Информацию Наверняка Вы будете Вывешивать Афишу Поэтому я думаю Что если Человек захочет Он обязательно найдет Куда ему пойти И с ребенком И Все вместе Я думаю Что Без проблем Спасибо Ирина Анатольевна За подробный рассказ О новогодних праздниках И сейчас Ну никак не могу Я в преддверии Новогодних праздников Не дать вам слова Поздравить Всех нас Всех жителей Заречного С наступающим Спасибо огромное За такую возможность Дорогие зареченцы И маленькие И взрослые И дорогие ветераны Города С большим удовольствием Поздравляю вас С наступающим 2018 годом Пусть год наступающий Будет щедрым Добрым Счастливым Всего самого Самого доброго И волшебного Спасибо большое Ирина Анатольевна И вас тоже С наступающим Новым годом Удачи, счастья, здоровья Благополучия Спасибо Вот и остается В прошлом 2017 год Год радостных событий И разочарований Год приобретений И потерь И весь этот год Мы старались Оперативно и честно Рассказывать вам Обо всем Что происходит В нашем городе Я благодарю вас За то Что еще один год Мы прожили Вместе с вами Нашими зрителями Почитателями И критиками Спасибо вам За то Что вы были с нами С наступающим 2018 годом Вас поздравляю Я, Станислав Корякин И все мои коллеги Им слово Каждый из нас Каждый из нас Ожидает от Нового года Только лучшего И верит, что он будет Удачнее и радостнее Предыдущего Желаю, чтобы так и случилось Пусть рядом будут Любимые, дорогие Сердцу люди Счастье и удача Станут верными спутниками И Новый год Принесет много Ярких событий Новый год Приносит с собой Ощущения Волшебства и чудес Так пусть это чувство Останется с вами На все 365 дней Наступающего 2018 Я желаю вам Чтобы ваша жизнь Превратилась В прекрасную сказку А каждый день Дарил Только хорошие новости Новых успехов И достижений Новых идей И желаний Новых возможностей И стремлений Новых горизонтов Счастья И просторов Вдохновения В предстоящем году Друзья Команда программы Доброе утро Заречный Поздравляет вас С Новым годом И Рождеством Мы желаем вам Счастья Здоровья Семейного благополучия И успехов во всем И пусть Каждое ваше утро Будет добрым Каждому из нас Хочется слышать Только хорошие новости Но не каждый Задумывается о том Что он и сам Может стать творцом Таких новостей Возможно мы не в силах Повлиять на какие-то Глобальные Мировые процессы Но мы можем делать Пусть маленькие Но полезные И добрые дела В своем городе Дворе Доме Или подъезде Мы можем быть добрее И внимательнее К родным Близким Друзьям Или просто К незнакомому Человеку Который нуждается В нашей помощи Так пусть В наступающем году Будет больше Хороших мыслей Чувств И поступков Тогда и мир Вокруг нас Обязательно станет Добрее И позитивнее С Новым годом С Новым годом С Новым годом